Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня мы с вами будем кушать разнообразный завтрак. У меня немного осталось здесь роллов. Пошла, купила себе вот такие вот сосиски в тесте. И еще у меня два яйца глазок здесь. Давайте вот так вот покажу. Прямо взяла сковородку сюда. И еще очень вкусная, прям обалденно вкусная колбаска. Давайте приступим. Даже не знаю, с чего начать. Давайте начнем с роллов, потому что сковородка ужасно горячая. Вот, собиралась я снимать пиццу. Но так получилось, что цвет вырубили в самый неподходящий момент. И пришлось все это дело отменять. горячий кофе. Утром самое то. О чем мы сегодня с вами будем болтать? Я думала, что же такое интересное можно вам рассказать. Почитала комменты. И одна из девочек написала, что Айка, расскажи, пожалуйста, про традиции, про свадьбы. На Кавказе. Я решила по полочкам вам все это рассказать. Какие традиции мне нравятся, а какие меня раздражают. Начать хочу с главной традиции, которая меня всегда раздражала. И, слава богу, теперь ее больше нет. На свадьбе, когда вы танцуете, приходят родственники, вот так вот кидают деньги. Пока вы танцуете. Причем они всегда это делают специально перед камерой. Чтобы когда люди смотрели кассету, все видели, насколько он щедрый, насколько он много денег подарил, так скажем. Подарил вот в такой форме. Берет, вот так вот кидает. Сейчас уже такой традиции нет. Раньше мужчина, который выходил на танцпол потанцевать, он обязательно должен был вот так вот кидать деньги. Просто танцевать, это как-то считалось не культурно. Уже лет, наверное, 5-7. Этой традиции уже нет. Сколько хочешь, может, он звать. Сколько хочешь денег подарить, просто подари в конверте, в культурной форме. А вот эти вот кидания денег в воздух, это уже считается как-то не солидно, так скажем. Ты уже в последнее время на одной свадьбе такой я не замечаю. Мне кажется, это очень дурацкая традиция, на мой взгляд. Потом кто-то ходит там между людьми, собирает эти деньги. Зачем? Зачем оно надо? Как же вкусно. Сочетание этого и вот этого, это прям нечто. Макаем прям в глазок. И в рот. Следующая традиция, которая мне вообще не нравится, это кража жениха. Вот, прикиньте, все отлично, свадьба. И тут приходят друзья жениха, берут его и крадут. Крадут и куда-то прячут. Крадут в прямом смысле, просто берут за ноги, за руки и все. Какая вкусная голбаса. И они требуют выкуп. Со стороны невесты. Должны заплатить. И в таком случае жениха отдают. Лично для меня это вообще неприемлемо. Я бы не хотела, чтобы моего мужа украли на свадьбе. Потом там целый час разбирались, сколько они хотят денег. То есть это как бы в шуточной форме происходит. Но мне кажется, это лишнее. Иногда друзья жениха хотят столько денег, что все просто ходят и собирают у родственников и так далее. Получается, как-то знаете, в какой-то момент праздник останавливается, и все начинают эти разборки. Нафига? Это мне не очень нравится. В Дагестане вообще, если ты выходишь замуж, если ты женщина, это вообще кайф. Здесь такого нету. Здесь такими не пахнет. Во-первых, мужская сторона платит выкуп. в среднем, в среднем, 1300. Покупает офигенное золото. У кого есть еще бабки, покупают хорошую шубу. это прямо обязательно. Мы, когда поехали на свадьбу в Дагестан, мама такая сразу, все, Айка, выдаем тебя замуж в Дагестан. То есть, там как бы больше материальной какой-то ответственности лежит на стороне парня. Парень перед тем, как сделать себе свадьбу, он должен конкретно прям подкопить денежку. Я не знаю, на самом деле, но я слышала, что в Чечне тоже. все это очень-очень-очень круто делается. И именно в пользу невесты. В Азербайджане как бы все проще. В Дагестан больше чтит традиции. И как бы больше уважения к невесте, если честно. Но у нас тоже неплохо. У нас все парень на тебя женится и приходит жить у тебя дома. Это как-то считается как-то не очень. Все родственники потом это все дело обсуждают, что вот пришел жить к жене домой. Представляешь? живет живет у нее. Какой ужас. Я лично не считаю ничего плохого здесь. Если, например, какое-то время у мужчины нет возможности купить жилье, чем не жениться, откладывать это все дело в долгий ящик, я думаю, что лучше пожениться, можно какое-то время пожить и у невесты. Для меня не проблема, но большинство мужчин на Кавказе считают, что это задевает их достоинства. Следующая не прям традиция, хотя можно и назвать традицией. Раньше на Кавказе не выщипывали брови. То есть, если у тебя выщипанные брови, то это означало, что ты уже замужем. Короче, парень, который видит тебя на улице или на каком-то мероприятии, он по бровям мог понять, замужем ты или свободна. Если ты свободна, он может к тебе подкатить. Но сейчас просто в городе Баку вы не встретите девушку с очень густыми бровями, не выщипанными и все дела. Даже когда я работала в магазине техники, у нас была продавщица и мне руководство сказало мягко намекнуть ей, чтобы она привела в порядок свои брови. что типа это смотрится не очень. На самом деле были очень густые брови, девушка их не выщипывала. Даже вот здесь вот у нее были сросшиеся брови. А в магазинах такого уровня очень сильно обращают внимание на внешность. Они всегда говорили, что покупатель, который заходит в магазин, ему должно быть приятно видеть консультанта. Тем более девушку. И всегда выбирали по внешности, чтобы была симпатичная, ухоженная. Вот. поэтому сейчас большинство традиций вообще, я вам так скажу, они не придерживаются. Следующая традиция не прям традиция, негласное правило, так скажем. Если парень до этого не был женат и у него нету детей, 95% что он не женится на девушке, которая есть ребенок. на мой взгляд это не совсем правильно. Человек мог оступиться, сделать неправильный выбор. Ну, вышла замуж она за какого-то козла, и что теперь всю жизнь одной жить? Реально очень сложно выйти замуж, если ты разведенка, если у тебя есть ребенок. например, в других странах, например, в России, в той же, в которой я жила, там без проблем ты можешь выйти замуж, найти себе вторую половинку и даже такого мужчину, который никогда до тебя не был женат. Если ты просто вышла замуж и развелась, то не проблема, легко можешь найти себя кого-то. А вот если ты с ребенком, почему-то мужчинам не хочется брать на себя ответственность за чужих детей. Ну, везде есть исключения, я знаю тиктокера, мужчина, он азербайджанец, такой харизматичный, такой, знаете, годится мне в отцы, вот, и он взял женщину с тремя детьми, воспитывает их как своих. Я очень люблю таких людей. Я вообще всегда за женщин, вы, наверное, заметили. Я всегда поддерживаю во всех ситуациях женщин, потому что во мне есть женская солидарность. Моя парня всегда это жутко раздражает, он говорит, что я, не разобравшись ситуации, сразу виню мужчин. Потому что всегда, почти всегда виноваты мужчины. кофе уже нету. Так что вот такие вот дела. Ролы. у меня например была одноклассница, она развелась и у нее была первая любовь, которая до сих пор испытывала чувства к ней. Она вышла замуж, развелась, и все дела, у нее уже ребенок. И он хотел с ней помириться и опять быть вместе, но когда он узнал, что у нее есть ребенок, он решил, что нет, чужого ребенка он не потянет. но то, что она была замужем, развелась, это его никак не смущало. Просто наличие ребенка. Я лично считаю, что ребенок это счастье. Я например смотрю на Анжелину Джоли и она например воспитывает чужих детей взятых из детских домов я мечтаю, что когда-нибудь я тоже возьму ребенка из детского дома. Я считаю, что это прекрасно. Я считаю, что это очень благородно. Хотя мой парень категорически против, чем заводить двух своих детей. Лучше я например рожу одного своего и одного возьму из детского дома. Я осчастливлю его. Правда у нас в Азербайджане очень мало детских домов и ребенка взять крайне сложно, потому что государство хотела отвезти в детский дом. Там игрушки и все дела. Мне сказали, что все зависит от вещей. Скорее всего мы не возьмем, потому что мы все покупаем новое, то есть государство на это выделяет деньги, они живут хорошо. На этом все мои хорошие. Я вас очень люблю. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если хотите вторую часть, пишите в комментариях, а если хотите пишите вопросы, какие именно из наших традиций вам интересно узнать.